Привет, друзья! Мы с вами в Мейерсбурге. Это небольшой городок на берег Боденского озера. Это маленькая деревушка, собственно говоря. Всего-то 4 тысячи жителей. Ну, вы видите, какая красота вокруг. Это те самые городки, о которых говорят он пряничный. Он такой миленький, он такой сыс, как говорят немцы. Пойдемте пройдемся по улице, но вы сами удостоверитесь, что он действительно такой вот сыс. У каждого города есть своя визитная карточка. Чем же город примечательен? В Мейерсбурге это прежде всего фах Верковая Дона. И замки, и вино, и, конечно, Боденское озеро. В общем, вино, кино и доно. Шнабельгер-Брунен, фонтан Шутиха, посвящен эпидемии чумы в Европе. Тема актуальная. Распираторных масок в средние века не производили, да и с антисептиками была проблематична. Поэтому врачи надевали такие маски в виде клюва, куда клали природные антисептики, чеснок и разные травы. И посещали больных и приносили еду, чтобы люди не умерли с голоду. Да, в общем, локдаун был жесткий. Старинный замок Мейерсбург, собственно, город и получил свое название от замка. Старейший в Германии. Рядом с замком уютно расположилась в этом милом желтом домике старая мельница, построенная в 17 веке. А мельничное колесо целых 8,5 метров в диаметре. Согласно старому преданию, замок Мейерсбург был построен еще в 7 веке первой днасти Европы мировингами. В Мейерсбурге есть верхний и нижний город. И то же самое, верхние ворота и нижние городские ворота. Ну и, конечно же, старая ратуша. А сейчас это Мерия. Чем богат Мейерсбург? Конечно же, своими фахверковыми домиками. И видите, на некоторых домиках на балкончике вот такая балка торчит. Зачем она? Ну, прежде всего, потому что попробуйте по старым лестницам поднять туда, например, наверх шифонер. У вас это никоим образом не получится. Поэтому просто-напросто подвязывался тросик и поднималось наверх все, что тяжелее. Наверное, 10 килограмм. В начале 18 века их преосвященство решили построить новый замок в стиле барокко. Итальянские и немецкие архитекторы потрудились на славу. В Мейерсбурге очень много разных винных магазинчиков, кафешек, ресторанчиков, погребков. Знаете, почему это? Потому что просто-напросто Мейерсбург – это столица виноделия здесь в регионе. Вот они так миленько устроили здесь пасхальную распродажу. Так здорово! Офигеть! Офигеть! Вино – это традиция, это ритуал, это целый мир. Обалденная панорама на Подденское озеро и на Швейцарские астлы. А мы потихоньку пойдем поближе к озеру. Мы пришли в Нижний город, который просто заполнен туристами. Почти как в доковидные времена. В такую шикарную погоду невозможно усидеть дома. А детей удержать вообще невозможно. С 15 апреля в Мейерсбург можно будет приехать и на кораблике. Я вас привела к магической колонне Петера Ленка. Знаменитого скульптора, который проживает на сегодняшний день на Годенском озере. И, конечно же, Мейерсбург тоже хотел одну скульптуру иметь от Петера Ленка. И называется эта скульптура «Магическая колонна». Ангелочек в шлеме, какой-то мужик с магнитом, какие-то люди в клетке, странные рыцари на лошадках. Обо всем этом узнаете на моих экскурсиях. Мы в нижней части города, на променадной зоне. Вот эти странные деревья здесь – это платаны. Их обрезают специально так, чтобы они потом давали максимальную тень. Привет, друзья! Несмотря на то, что в городе корона, мы все равно вино купили, вино нашли, потому что это один из лучших магазинчиков Мейерсбурга. Мы с вами в нижнем городе, а в нижнем городе вы видите, сколько народа. И все что-то едят, пьют, несмотря на корону, и несмотря на то, что не так много ресторанчиков открыто. Но мы тоже хотели бы сейчас где-то найти миленькое местечко и выпить вина. Мейерсбурга. В старом городе даже открыто несколько сувенирных лавок. Здорово! По Штайг-штрассе мы поднимаемся опять в верхний город и будем прощаться с Мейерсбургом. Друзья, спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал и жмите лайк. С вами была Людмила Мехлер и до новых встреч на Боденском озере. Не забудьте Мейерсбурга, мы вас никогда не забудем.